Ночь, Вульфенштайн, Системник, Моник, Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, Все будет так, исхода нет. Умрешь, начнешь опять сначала, И повторится все как в старе. Ночь, Фрицы, Монстры и Блажкович, Системник, Моник, Вульфенштайн. Возможно, рифма и подкачала, Но факт остается фактом. Вновь, как и 25 лет назад, Мы будем играть за Уильяма Джозефа Биджея Бласковица в игре Вульфенштайн 2 The New Colossus Ах, аж мурашки по коже. Здорово, что есть серии игр, Которые даже спустя столько лет по-прежнему Радуют геймеров по всему миру. Итак, игра уже вот-вот выйдет, И давайте соберем те крупицы информации, Что есть в сети, и как следует подготовимся к релизу. Заодно решив, стоит ли ее покупать. Вульфенштайн. Новый колосс. Это игра в жанре... Хе-хе. Ну вот скажите, какой жанр вы ждете от Вульфа? Ну естественно, это шутер. Добротный, безбашенный и крышесносный шутан, Который затягивает на часы. Разработала игру студия Machine Games И издала всем известная Bethesda Softworks. Впервые анонсировали игру на E3 в 2016 году С помощью тизер-изображения. И она является прямым продолжением игры 2014 года Вульфенштайн де Ньюода. И если верить Йенсу Маттису, Креативному директору компании, То новый колосс будет второй частью Трилогии нового Вульфа. Действия игры будут происходить В альтернативной Америке 1961 года, Где власть держат фрицы, Победившие во Второй мировой войне, Благодаря значительному техническому превосходству. Бласковиц, Или Блажкович, Как его звали ранее, Или Блацкович, После стычки с Вильгельмом Штрассе Получил серьезные ранения И оказался на борту подводной лодки Молот Евы, Где пришел в себя после длительного лечения. И теперь ему вновь предстоит дать бой нацистам И устроить вторую американскую революцию. На этом о сюжете, пожалуй, и хватит. Хотя можно было еще что-то собрать с миру по нитке, Но не будем же мы лишать вас шанса погрузиться в новую игру самим, Без спойлеров. Вновь разработчикам удалось придумать что-то новое И удивить нас с самой первой миссией. Вследствие тяжелого ранения, Биджей не может ходить и весь первый уровень Истреблять супостатов вы будете, Рассекая на инвалидной коляске. Ну вспомните хоть одну игру, где такое было. Новинка имеет максимально высокий возрастной рейтинг. Для примера, буквально в одной из сцен геймплейного ролика Происходит половой акт ширококосной немки и афроамериканского солдата. От увиденного у Блажковича и компании не находится больше слов, кроме матерных. В соседней сцене один из персонажей под наркотическим приходом Гоняется за странным мультяшным существом. А в третьей сцене на смену всему сказанному Приходит ураганный экшен с морем крови и отсеченных конечностей. Так что если вам нет 18 лет, с родителями в одной комнате лучше не играть в это. Кхм-кхм, в смысле лучше вообще вам не играть в нее. А теперь вот скажите, какой главный критерий отличного шутера? Что? Сюжет? Хм, ну сюжет конечно не последнюю долю успеха составляет. Хотя, Кармак бы поспорил конечно. Но нет, мы имеем ввиду не сюжет. С ним тут кстати все более чем в порядке. За него точно переживать не стоит. Красочные и кинематографичные катсцены, интересные с юмором диалоги, захватывающая история. Все есть, всего навалом. Главным же критерием шутера, по нашему мнению, должно быть то, насколько интересно стрелять во врагов. Ведь когда не чувствуешь оружие в руках главного героя, не получаешь ощущения, что выпущенные пули достигают тушки противника. Хочется просто взять и удалить игру. Даже несмотря на то, что вроде бы и неплохой сюжет. Так вот, в Вольфенштайне с этим проблем не было и нет. Вы получите огромное удовольствие, уничтожая одного супостата за другим. Расстреливая тонны боеприпасов за минуту. Мы уже говорили, что это будет ураганный и крышесносный экшен. И повторим это еще раз. Расчленен калитры крови и фейерверк из внутренности. Ух! Самое то, чтобы выпустить пар после длинного и тяжелого трудового дня. Или учебы в универе. Про школу мы молчим, так как помним, что игра строго от 18 лет. Ну, вы понимаете. Набор оружия радует. Пистолеты, автоматы, огнеметы, дробовики, ракетометы и бог весть что еще. Выглядит все оно сочно и брутально. Да вы и сами можете наблюдать это прямо сейчас на ваших экранах. А когда вы берете два здоровенных автомата в обе руки... Эх, привет героям боевиков из 90-х. Как в детство прям попал. Причем комбинировать вы можете любое оружие. Например, в левую руку ракетницу, в правую автомат или дробовик. Да что угодно в общем. Оружие, кстати, вы сможете улучшать. У каждой волыны есть по три слота на модификацию. По ходу уровня вам то и дело будут попадаться различные запчасти с помощью них и апгрейдите свою ружбайку. Но зачем все это, когда вы можете разломать стену своим лбом буквально? Или залезть на огромную робосоваку и сжечь нацистов напалмом? Также периодически попадаются на уровнях и приятные мелочи в виде коллектовалса. Например, арты. Никакой регенерации жизней. Только старые добрые аптечки и куча нацепленных на себя касок, которые повышают броню. Есть ли смысл говорить про графон? Вы ведь и так все видите на своих экранах. Он шикарен. Серии Call of Duty вот поучиться бы у них, а не ковырять раз за разом свой разлагающийся движок. И все это вышеперечисленное от души заправлено отменным саундтреком, который только больше способствует погружению в атмосферу игры. Постараемся, конечно, фоном пустить официальный саунд игры, но разрешат ли нам правообладатели? Посмотрим. Присутствует в игре также и своего рода прокачка. Для нее вам нужно будет выполнять какое-то действие энное количество раз, и определенный перк автоматически разблокируется. Для примера, завалите вражин раз и так 10 со спины, и ваш навык бесшумного перемещения улучшится. Как видите, все просто. В общем и целом, Wolfenstein 2 The New Colossus это отличный пример современного, красивого, графонистого шутера с харизматичным главным героем, затягивающим сюжетом и крутым геймплеем. Если вам показалось, что это целиком и полностью хвалебный обзор, так и есть, блин. Ругать игру, по крайней мере, на данном этапе не за что. Возможно, после релиза, при детальном изучении, что-то да и всплывет. Сейчас же мы рекомендуем эту игру абсолютно всем для обязательной покупки, за исключением тех, кто в принципе шутеры не очень жалует и не играет в них. Но в таком случае, непонятно, почему вы все еще смотрите данный обзор. С большим нетерпением сами ждем выхода данной игры, чтобы погрузиться в один из лучших шутеров современности, чего, собственно, и вам желаем. А на сегодня все. До новых встреч в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok